я приветствую приветствую сегодня у нас будет тема родительская карма и и влияние на детей собственно собственно начнем да приветствую приветствую те кто празднуют с праздником вот и собственно можно наверно потихоньку начинать те кто будут позже присоединяться в принципе могут все просмотреть записи и так если мы вспомним эзотерические учения и практики то дети это карма родителей до своего воплощения физическое тело душа выбирает подходящий для нее рот чтобы проработать все свои кармические ошибки прошлых воплощений в родовая карма и родители своих детей если посмотрим да то во многих семьях случается так что дети и родители не ладят между собой нередко дети чувствуют себя чужими в семье не получают должного внимания забот и прочее еще чаще понимание душевного тепла ну собственно обратим внимание на такой момент первое это карма представляет собой причинно-следственную связь которая возникла задолго до того как душа воплотилась в тело с точки зрения эзотерики и мистики карма не является чем-то фатальным непоправимым ее можно и нужно прорабатывать с этой целью душа и приходит в материальный мир облаченное уже физическое тело отсутствие тонкой энергетической связи между детьми и родителями тоже до отсутствие понимания принятия теплых отношений между близкими людьми в семье наличие жесткой критики и соперничество ненависти сильные обиды когда возникают постоянные взаимные или односторонние обвинения попытки ребенка угодить родителям которые ничем не заканчиваются противопоставление себя родителям нахождение множества непохожих черт в характере и внешности а то есть как отстранение до своего рода стремление ребенка быть лучше своих родителей не повторять их ошибок возникновение чувство стыда за родителей перед окружающими постоянные конфликты ссоры которые сложно прекратить которые неизвестно с чего начались уже никто не вспомнит нежеланием прощать родителей за причиненные там даже когда-то обиды совсем давно и незначительные непонимание осуждения со стороны родителей уже собственного ребенка ощущение что ребенок родился в чужой семье что все делает неправильно отторжение и непонимание поведения ребенка но вот собственно такие признаки да и какой отпечаток остается на жизнь ребенка отношения отца с матерью могут негативно влиять на судьбу ребенка кто-либо из родителей бросивший детей обрекает их на страдания заведомо закладывает в них сценарий негативную программу когда отработана устранена причина повлекшая за собой возникновение родовой кармы собственно исчезает и ее следствие точнее ряд следствий душа приходит физический мир много раз любая каждый из них связан с какой-либо важной миссией и задача человека как раз распознать свою жизненную миссию проработать кармические ошибки избавиться от груза прошлых воплощений что хочется сказать курс родовые программы есть кроме того который уже был заявлен ранее есть вариант для практиков он больше он я бы сказал трудовые программы 2 он как минимум почти вдвое больше по объему и соответственно чтобы тоже те кому эта тема интересна имели в виду и пожалуйста можно обращаться там за некими пояснениями и так проявление кармы в этой связи отсутствие тонкой энергетической связи между детьми и родителями до все чужие отсутствие понимания принятия позиции теплых отношений между близкими казалось бы людьми в семье наличие жесткой критики ненависти соперничество сильные обиды постоянные взаимные или односторонние обвинения попытки угодить родителям которые ничем не заканчивается противопоставление себя родителям нахождение множества и похожих черт и в характере во внешности стремления также ребенка быть лучше своих родителей повторять их ошибок чувство стыда за родители перед окружающими возникает конфликты и ссоры никто никого не прощает непонимание осуждения и ребенка вернее и ребенком родителей и родителей ребенка и ощущение что человек просто родился в чужой семье все делает неправильно отторжение непонимание в общем-то обоюдное по большому счету ну и какой отпечаток это дает на жизни ребенка оставляет отношения негативно могут влиять на ребенка отца с матерью кто-либо из родителей бросивший например детей обрекает их на страдания закладывает в их сценарий негативную программу это мы понимаем тут вот что еще важно что дети посланы своим родителям обязательно всегда для того чтобы пройти какие-то важные уроки и очистить соответственно и свою карму искупить свои грехи прошлых жизней и дети сами выбирают себе родителей в отличие от того что мы знаем исходя из общеизвестной пословицы так что родители выбирают нет душа выбирает заранее ребенка в том числе в том случае когда душа знает что ребенок будет тот в которого она воплотиться будет например например родителями брошен и что его ждет детский дом душа это тоже знает заранее так вот этот выбор всегда оправдан когда в семье царит любовь и взаимопонимание а ребенок растет с ощущением что мир для него безопасен когда же ребенок сталкивается с непониманием жестокостью или даже насилием когда в семье есть пьющий отец или мать ну что-то неблагополучное все что называется там или наркоманы родители какие-то преступники возникает вопрос как его душа могла добровольно захотеть прийти в такую семью до пройти этот сложный путь этот вопрос эзотерика отвечает так что путь выбирает душа а не разум и все и необходимо пройти этот путь чтобы в будущих воплощениях понимать и чувствовать людей страдающих от таких же проблем и оказывать им помощь то есть в аспекте в таком что в продолжении одной только жизни человеческой этот вопрос не рассматривается считается что до 14 лет ребенок оплачивает кармический долг родителей после создает свою собственную карму в связи с этим в переходном возрасте поведение ребенка может кардинально измениться собственно как и характер ребенка дети подсознательно сами выбирают свою жизненную дорогу и задача родителей не мешать им делать свой выбор и совершать ошибки потому что это их ошибки да это их жизнь усваивать уроки у них были свои ошибки уроки у детей не навязывать своих стереотипов если угодно мешать мешая ребенку пройти его путь навязывая там собственный выбор родители не осознают что тем самым заставляют ребенка проживать чужую жизнь его задача будет просто невыполненной сильный отпечаток на дальнейшей жизни ребенка оставляет развод дети всегда тяжело переживают его так формируется карма которую человек должен будет отрабатывать в последующих жизнях когда в семье рождается ребенок главная задача родителей традиционно да окружить его заботой лаской дать ему все необходимое для дальнейшего развития реализовать себя в качестве родителя одна из важнейших миссий любого человека и вот тут проявление кармических отношений кармические отношения могут проявляться таким образом кармические уроки отрабатываются с обеих сторон отработка происходит только с одной стороны вторая в этом процессе не задействована кроме того перед душами может стоять необходимость выполнения определенных жизненных задач которые не имеют отношения к кармическим параллельно идут в предыдущих жизнях души могли соперничать например друг с другом да причинять друг другу страдания в этой жизни они должны искупить вину примириться на духовном уровне кармический узел который возник между душами должен быть разрушен таким образом тяжело складывается отношения когда между поколениями это не редкость в большинстве случаев это как раз проявление кармических долгов главная задача души это научиться любить принимать и себя и своих родных и близких и посторонних людей можно ли исправить вину родителей перед детьми если родители свою вину перед детьми за прошлые ошибки ощущают то они могут ее искупить в этом вопросе самое важное это стремление родителей самих изменить ход событий вся ответственность лежит на них поэтому никто другой не сможет заставить их сделать что-либо только их собственное желание исправить ситуацию станет основой для дальнейшей отработки плохой кармы в начале необходимо признать во первых себя творцом всего что происходит вокруг выйти из состояния жертвы и прекратить обвинять других перекладывать на них и грехи любые и ответственность и там ссылаться на некие обстоятельства только заняв осознанную позицию наблюдателя можно сделать правильные выводы и посмотреть на происходящее со стороны окружающие люди являются собственно отражением нас самих они зеркалят если какая-то черта характера или поведение не нравится в окружающих то чаще всего таким образом как раз проявляется неприятие собственных черт необходимо признать их принять себя и отпустить имеющийся негатив кстати сейчас акция проводится диагностика на негатив безоплатно делаю пока осуждение это первый признак неприятия собственного я когда человек когда человек полностью принимает себя со всеми достоинствами и недостатками он перестает реагировать на негативные проявления любые идущие извне ему станут понятны собственно мотивы поведения и своих детей и родных и близких и просто чужих людей и сможет соответственно человек выстроить гармоничные с ними отношения как действует родовая карма если пара например бездетна карма и дети всегда взаимосвязаны в прошлых жизнях эти люди так и не выполнили возложенные на них миссии игнорировали попытки высших сил достучаться до их создания и в таком случае эти люди встречаются в следующей жизни но высшие силы наказывают их лишая возможности стать родителями если пара долго не может зачать ребенка и уже потеряла допустим надежду на это им необходимо усыновить ребенка таким образом они искупят свою вину нередко случается так что вскоре после усыновления пара узнает о беременности возможны случаи это как раз показывает то что отработка произошла возможно случаи например когда бесплодие не диагностируют ни у одного из партнеров однако в этой паре не получается ничего с детьми это происходит по той причине что в этой паре не должны рождаться дети при этом с другими партнерами у них такой проблемы уже не будет иногда бездетных супругов соединяет вселенная чтобы прекратить род так как эти мужчина и женщина в паре не решат кармических задач возложенных на них далее например как матери отработать карму ребенка ребенок не случайно попадает в семью всегда вы совпали на энергетическом уровне поэтому дочь может повторить судьбу матери например сын может вырасти шалопаем как его отец или мудрым и работящим тоже дети также отрабатывают кармическую программу рода если мать не уважает своего мужа дочь скорее всего так же будет относиться к мужчине такая ситуация будет продолжаться бесконечно до тех пор пока кто-то из этого рода не научится соответственно уважать мужчину отработать таким образом карму прощать их принимать такими какие есть ну и так далее собственно налаживать нормальные коммуникации то есть опять все идет через прощение если мужчина обижает женщину то попросите прощения за то что довели человека так вы отрубите негативные программы родителей и собственно ваши тоже что тянутся еще из прошлых воплощений потому что вопрос возникает почему вас обидели потому что вы когда-то кого-то обидели вам это вернулось обязательно попросите прощения у творца за грех ведь обида это грех поблагодарите его за то что у вас есть такая возможность попросить прощения и прощать самим пусть даже слезы текут из глаз когда просите прощения это происходит очищение души никогда не испытывайте ненависти к близким чтобы не навредить здоровью ваших детей допустим близким в семье да к мужу к детям самим если хотите сделать аборт но родили все-таки ребенка то сотни раз отмаливаете свое решение если у вас родился ребенок то ему нужна ваша любовь и любовь родителей друг другу ребенок который вырастает в любви наполняется этим в семье потом сам соответственно может дарить ее другим потому что знает что это трудно дарить то с чем ты не знаком сложно построить счастливую семью будет если свои отношения в семье позволяют то вы можете изменить и карму ребенка в лучшую сторону как разорвать или улучшить отношения например да редко женщина отрабатывает карму мужчины своего есть такие пары которые страдают друг от друга но не расстаются что их держит возникает вопрос между ними имеется такая невидимая связь которая не позволяет им просто расстаться это и есть собственно кармическая связь это не общее хозяйство не ипотека не дети которыми нередко прикрываются эти оба супруга если речь заходит об объяснении причин совместного проживания для каких-то третьих лиц для соседей и прочее для родителей своих в том числе возможно и в прошлых воплощениях просто эти люди уже были рядом и возможно даже вполне что они были счастливы а вот именно в этой жизни они друг друга узнали прилепились но до того уже успели нахвататься много кармических долгов каждый они не смогли создать счастливую семью в этом воплощении своем поэтому в этой жизни им надо расплатиться с долгами таким образом женщина отрабатывает карму мужчины а он ее карму но многие женщины не делают правильных выводов не учатся мыслить позитивно и не хотят уважать своего мужчину просто тащат лямку что называется да рут там на улицах все это безобразные сцены разного рода появляются ну как бы нехорошо это даже внешне неприятно смотреть если получив урок они все-таки не сделают выводы то будут так вот тащить свой крест до следующего воплощения собственно и в следующем воплощении тоже и ситуация как я уже говорил не проработанная возвращают ее высшие силы в более тяжелом варианте скажем если там муж просто иногда ничего не делал да там ленился то в следующей жизни это уже будет там кроме того еще и алкоголик а кроме хотя в прошлый раз с полпинка там все-таки получалось там договориться да что-то попросить убедить более-менее нормально а потом просто там наркоман какой-то оконченный и совсем никакой вот еще и бить будет ну и так далее новый союз всегда дается для осознания ошибок люди продолжают их совершать поэтому получают вот такие кармические отношения многие женщины успокаивают допустим себя тем что муж алкоголик или муж тиран ее судьба и она просто обязана с ним жить это не так женщине всегда хорошо понимать что эти отношения мешают ей двигаться вперед если она видит что партнера спасти не получается то лучше такой союз прекратить иначе дама попадает в созависимость и в следующем воплощении встретит его же снова как разорвать возникает вопрос резко всегда иначе он будучи кармическим партнером в покое вас не оставит то есть не отвечать никогда ни на звонки попробовать даже уехать в город сменить телефон и так далее просто прекратить всякие коммуникации которые позволят человеку выйти на вас снова не заводить опять же сразу новых отношений нового мужчину не поразмыслив над своими ошибками иначе велик риск того что вам встретиться тот же субъект ну тот же типаж точнее да если проработали над ошибками изменили свой характер то можно попробовать наладить отношения с этим же партнером опять же если в этом есть смысл действительно это было причиной прекращения да и разрыва и ухудшения первоначального если снова боль и разочарование то не надо отрабатывать его карму и начинайте новую жизнь тут работая с родом человек всегда преобразует его энергии способствует улучшению жизни сегодня причем не только своей но и соответственно своих потомков тоже существуют различные практики аскезы по очищению от негативных родовых программ если есть среди них те в том числе которые не требуют какой-то предварительной глубокой подготовки и являются безопасными для выполнения любым человеком без всяких даже способностей эзотерических допустим ежедневное чтение благодарственной молитвы роду или молитва об исцелении рода ежедневное написание левой рукой обращаю внимание именно левой поскольку идет работа с подсознанием одному из родителей фразы я люблю тебя я благодарю тебя я прощаю тебя прости меня что-то похожее на прощенное воскресенье в христианстве да написанное отцу или матери такие вот письма невысказанность невысказанность то есть когда мы пишем то что письма невысказанности вот чего не говорили чего всегда сдерживали это как правило да что претензии обиды любое недовольство отпускание всех этих негативных состояний начиная с детства с того момента как первое что-то вспомнилось начинаем писать посредством сожжения потом данного письма вот ежедневно кроме того три поясных поклона родителям либо их фото или образу допустим представили поклонились почему поклоны один из мощнейших инструментов очищения кармы поскольку любой урок проходит через принятие ситуации а этому принятию как правило мешают такие человеческие качества наши все как горды агрессия ну и практика поклонов как раз усмиряет эти проявления человеческой натуры нашей гармонизирует нас изнутри делает нас более гармоничными целостными далее можно еще что сказать подведение дневника рода в котором будут храниться истории о предках для следующих поколений очень эффективный способ предпринятия аскезы на 40 дней аскеза что такое наверное все знают скажу для тех остальных немногих что это намеренное ограничение себя в чем-то то чего лишить себя достаточно тяжело в физическом или эмоциональном плане тогда это аскеза если отказаться от чего-то просто то в общем-то это и не аскеза именно это ограничение позволит вам расчистить дорогу на пути к духовному пробуждению и благополучию сначала аскезы такое вот я там фамилия мое отчество из рода там такого-то фамилию назвать да принимаю аскезу с целью очистить негативные программы моих предков до седьмого колена в течение там стольки-то дней насколько вы предполагаете а газу из выполнять это называете аскезу допустим там обязуюсь что там не есть мясо допустим те кто без него дня не может там не курить не употреблять алкоголь не материться все результаты аскезы направляются в мой рот да будет так то есть вот эта энергия пошла уже да если конечно аскеза выполняется ну и завершаете аскезу тоже словами там я фамилия мое отчество из рода опять фамилия держал или держала аскезу там называете опять же такую аскезу да в течение такого-то количества дней ну или там недель все результаты направляю на благо и процветание своего рода направили собственно да будет так ну и пока время еще есть чуть-чуть у нас да допустим примеры женской аскезы приведение практики аскезы для очищения от негативных родовых программ своими силами является в общем-то простым для выполнения при этом весьма эффективным и это может послужить хорошим стартом в работе с родом вообще первое допустим в качестве аскезы полное смирение в отношениях с родителями ограничение в употреблении определенного там вида пищи которому есть там сильная тяга там мясо кофе сладкое что еще еще что-то ношение исключительно юбок приготовление пищи с любовью а не технически да уборка помещения там стирка все с любовью кормление бездомных собак и кошек рукоделие всегда высшие силы при этом напомню ценят искренность то есть чистота должна быть в любом этом действии не нейтрализованная каким-то негативом чтобы не было все напрасно примеры мужской например раннее пробуждение начало там своей деятельности обливание холодной водой закаливание там еще чего физическая нагрузка активно и регулярно хождение пешком отказ от автомобиля помощь людям в сложных ситуациях следить за чистотой языка о чем я говорил да ну не только например можно чтобы избегать нецензурных выражений но и слов паразитов вот сдерживать обещания туда же можно добавить ну и существует техника поклонов роду на которую упоминал поклон это знак уважения да напомним знак благодарности ну и как правило в этих двух случаях мы кланяемся от чистого сердца не важно короткий это поклон на месте или глубокий поясной как вот раньше буквально да именно с этим настроением уважением и благодарностью мы кланяемся нашим предкам представляем что чтобы было понятно о чем речь да с уважением к их мудрости жизненному опыту к прожитым жизням массе прожитых жизней массы людей с благодарностью за подаренную жизнь за опыт за материальную духовную связь за поддержку и любовь поскольку родовой защиты тоже никто не отменял да даже если мы не просим особо род он все равно так или иначе кого насколько сильно но всегда всех защищает в вашем в любом роде могут быть люди которые ну возможно меньше всего достойны да благодарности тем более что если много поколений мы в общем то можем не знать но вполне уместно будет предположить что тоже такие люди были совершали неблагопристойные разного рода вещи и как бы даже некрасиво но какими бы не были предки плохими или хорошими мы не имеем права их судить никогда во первых потому что нам по иерархии это не положено судить старших не наше дело младших да и во вторых мы не знаем причины и подоплеки тех поступков которые руководили нашими предками я уже периодически об этом говорю это имеет место ну и прежде чем осуждать кого-либо да возьмите его обувь далай-лама известный сказал и пройдите его путь попробуйте его слезы почувствуйте его боли и наткнитесь на каждый камень на который он споткнулся только после этого говори ему что ты знаешь как правильно жить вот так поэтому принимаем то есть сначала надо влезть в шкуру человека и прожить именно те обстоятельства которые он прожил именно в той последовательности какой он прожил именно той степени тяжести да которую ему пришлось вынести поэтому примите своих предков такими какие они есть и хотя бы потому что в вас есть частичка каждого из них не было бы их как не было бы и вас собственно кланяться поэтому надо с любовью уважением и благодарностью потому что им пришлось пережить много чтобы были мы тем более в нашей стране с ее богатой на несчастья разного рода истории потом из тех негативных ситуаций через которые прошли наши предки важно что извлечь уроки сделать все возможное чтобы эти ситуации не повторялись ни в вашей жизни ни в жизни потомков поэтому кланяемся роду и предкам сначала всему роду потом мужчинам рода это происходит в воскресенье и вторник потом женщинам рода это понедельник и пятница по поколениям в один день одно поколение предков отдельно мужской и женской ветки рода конкретному человеку в роду когда испытываете допустим такому человеку особые чувства допустим глубокой благодарности да почитание еще важнее кланяться тем кого вы осуждаете на кого обижаетесь или злитесь о ком говорили раньше родителям обязательно тут лучше всего взять поклоны для каждого родителя отдельно на 40 дней хотя можно в общем и кланяться обоим одновременно потом поклоны мужу очень гармонизируют отношения как это не феминистически звучит в нынешние времена но это так все же есть если у вас много разногласий непонимания вы чувствуете если какую-то вину или злитесь раздражаетесь на своих детей делайте поклоны и им тоже вообще это отличная техника гармонизации любых отношений чувствуете раздражение неприятие осуждения в сторону какого-то человека особенно родственника особенно близкого начинайте делать ему поклоны то есть восточная культура вот кстати возьмите ту же японскую да китайскую там вот это есть у индусов сколько кланяться вопрос по силам берите как аскезу так и поклоны да не должно быть слишком легко но и не должно быть слишком сложно количество традиционно 3, 9, 12 21 далее 40 это такие числа ну в магии они очень часто встречаются это и количество чтения заговоров молитв там разного рода в ритуалах обрядах и вот эти числа 3, 9 ну еще бывает 7 здесь вот 12 21 40 и 108 максимально то есть какие поклоны делать вот тоже то что по силам состояние спин тоже бывает к сожалению разные болезни разные бывают но обязательно все должно быть искренне и не халтурить да поясные это это когда вы сгибаетесь в поясе и рукой касаетесь пола голова ниже таза так принято было кланяться на Руси сейчас это бывает еще на свадьбах ну как бы все реже да земные поклоны когда опускаешься на колени и касаешься лбом земли так кланяются и христиане и мусульмане вообще ну и простирание это буддизм когда в процессе поклона человек полностью уложиться на землю с вытянутыми вперед руками ну это не только буддизм вообще бывают тоже некоторые восточные традиции да поклоны размещены по нарастанию их энергетической мощи то есть от самых простых к самым энергозатратным ну и поэтому каждый выбирает сам сколько и каких он сможет во-первых сделать добросовестно от души во-вторых не прохалявить ну чтобы эта энергия словом чтобы во-первых эта энергия появилась во-вторых она попала по назначению и так как кланяться да применяя поклоны своей жизни изменения начинают происходить на подсознательном уровне то есть поклоны это работа с подсознанием направленная на изменение негативных жизненных программ там еще там тысячу может больше лет назад люди заметили что кланяясь у них уходит агрессия и обиды отрицательные эмоции в отношении тех кому они кланяются даже в своем воображении когда мы опускаем голову ниже сердца мы ставим сердце и любовь выше нашего разума а потому даже мысленная практика этой техники дает очень хорошие результаты и помогает избавиться от обиды то есть повторю что даже если мы просто представляем сам этот процесс не делая его физически то эффект тоже есть через поклоны прорабатывается наша гордыня в голове живет наш беспокойный ум от которого наши проблемы эгоизм да ибо давно было написано что горе от ума в сердце живет наша душа а мы и есть на самом деле душа а не физическая оболочка или еще там какие-то органы когда мы кланяемся создается правильная иерархия душа выше эго и ума собственно предкам мы кланяемся стоя лицом к ним представляя их перед собой ну того кого можете также выполняется поклоны родителям если вы можете лично подойти к отцу и матери сделать им поклон это будет намного лучше другим людям тоже делаем поклоны представляя их перед собой если по каким-то причинам вы выполнять поклоны не можете физически можете делать их мысленно кланяясь маме например восстанавливаем связь по женскому роду увеличиваем поток женской энергии для женщин любовь и уважение к своей маме это любовь к себе самой а так как женщина относится к себе так к ней относится ее мужчина для женщин эта практика приумножить и любовь и уважение к своей маме и к той женщине которая находится около вас это возможность увидеть все самое лучшее что есть в женщинах раскрывая в сердце любовь и заботу желание покровительствовать и оберегать женская энергия это энергия изобилия уважая и преклоняясь перед женщиной показывая ей свое уважение вы оказываете почтение изобилию и достатку в доме который приходит вообще в жизнь делая поклоны отцу восстанавливается связь с родом по мужской линии для женщин это уважение и почтение не только к папе но и к мужчине который находится рядом так как вы относитесь к отцу собственно будете также относиться к мужу плохие отношения с отцом залог того что его будут плохие отношения и с мужем с мужчинами вообще будет не очень хорошо складываться для мужчин мужская энергия это успех и удача это наполнение себя мужской энергией для понимания целей своей жизни и ее миссии если вы обижаетесь на родителей высказываете им свои претензии то вы не сможете иметь счастливые взаимоотношения в браке поскольку наши родители это представители творца на земле для нас папа это мужская божественная энергия мама это женская божественная энергия как относимся к родителям это показывает и наше отношение собственно творцу и когда мы решили прийти в этот мир мы сами выбрали себе родителей и тот опыт который мы получили через них тоже выбрали даже если родители безобразный образ жизни они все равно родители и не как уже говорилось ранее функция детей их судить поэтому мы должны в сердце чувствовать благодарность за то что они нам дали вот пока на сегодня все всем пока будут вопросы звоните повторяю курс родовые программы есть теперь уже в другом виде в более тяжелом он больше первоначального практически вдвое и я его рекомендую особенно тем кто серьезно занимается допустим оккультизмом ну все что с этим связано почему ну потому что это базовый курс которого надо вообще начинать прорабатывать свою родовую программу всем пока